В этой рубрике у нас сегодня председатель национального антикоррупционного комитета, правильно ведь, да? Кирилл Кабанов. Кирилл, еще раз, здравствуйте. Здравствуйте, да. Может, тут поболтали, чушь греха таить. Значит, господина Кабанова мы сегодня пригласили вот по какой теме. Сегодня в новостях я вам рассказывал о господине Хореве, бывшем первом заместителе МВД, то есть человек, который должен был бороться со взятками и всяко-разно. И вот, значит, появляется история... Взятки, хищения, да, это мошенничество в крупных размерах. Это как раз уровень министерства. Да, и вот появляется история о том, что у господина Хорева нашли квартирку. Квартирку в самом центре Москвы, за британским посольством, и купил он ее, вы не поверите, за сколько. Ну, я даже округлю. Уж что, тут копейки роли не играют уже. За 10 тысяч рублей квартиру в элитном жилищном комплексе, жилом комплексе, рядом с Арбатом. Значит, здесь Смоленская набережная, это угол, где британское посольство. 10 тысяч рублей. Ну, по традиции уже отработанной, конечно же, в МВД сказали, что он уже уволен. Там уже руку набили в этом смысле. На самом деле он уволен. Это не первая история, которая связана с Хоревым. Господин Хорев везде назывался как один из миллиардеров, миллиардеров силовиков. А как давно он назывался миллиардером? Ну, лет пять. Вот это вот удивительная вещь, да? Дело в том, что мы направляли не раз информацию, причем фактическую информацию. Что такое господин Хорев? Что такое господин Хорев? Я подчеркиваю. Это функция. Это функция получения через коммерческие структуры, через представители других спецслужб заказов на некие коммерческие заказные дела. Да, рейдерские захваты. Для этого нужно отработать. Нужно иметь связи с Следственным комитетом МВД. Нужно реализовать эти дела, отобрать собственность, получить откаты, в том числе и такими квартирками. Но при этом надо понимать, что господин Хорев прочитывал не просто так, как талантливый молодой человек, кстати, на самом деле очень молодой генерал. Он являлся частью системы. Он имел, по слухам, очень большие прикрытия, в том числе и на родственном уровне. А кто у него родственники? Ну, это только слухи. Мы говорим, что у него родственники, ответственные сотрудники администрации президента. То есть, вот это все слухи. Дело в том, что ни один серьезная рейдерская история, история с пределом собственности, включая огромные активы в Москве и в Московской области, не входила с бесконечным ходом. Он был либо на одной стороне, либо на другой стороне. Вот это обязательно было, такую часть. И его существование было, пока было прикрытие. Было прикрытие. И если издать скандал, это прикрытие было не только со стороны администрации президента. Это другие спецслужбы, правоохранительные органы, надзирающие органы. Значит, эта история вышла наружу только потому, что прикрытие исчезло куда-то? На самом деле, это некая конкуренция, это некий слив. Причем, этот слив ничем не закончится. Это никто и не верит. Да, да, да. Это как история с беглыми мэрами и депутатами и того подобного. Это, если же сажать, это нужно сказать, что это человек 100. То есть разлетенная сеть. Это коммерческая структура. В части корпорации большая фирма. И никому это не нужно. Потому что сажать будет не только из МВД. Я могу сказать, что руководство МВД давно хотел избавиться от Хорева. Но не могло. У меня складывается такое впечатление. Не могло просто. И просто Хорев не прошел перерегистрацию, переаттестацию. И уехал спокойно к себе в Испанию. К себе в Испанию. Потому что здесь он заработал деньги. Здесь как страна, как место зарабатывания денег. Да, вот эти вот истории распилы бюджета. Люди же медицинские услуги получают там. Образование дети получают там. Живут там. Но в итоге получается, что по большому счету это не выявление коррупционеров. И не борьба с коррупцией. Это как вот нам, знаете-ка, вот вам еще одну косточку. Это журналисты нашли. Так нет, я и говорю, знаете, вам еще одну косточку. На потребу публики все это делается. Помните, было такое дело исполняющего обязанности генерального прокурора господина Лешенко. Да. Которого осудили, все, его приговорили. Так вот там взятка составляла две машины. Компания «Благартрейн» передала две машины как взятку. Его посадили взятку. Причем родственникам. Доказано было, что будем родственникам. И тоже по цене, там номинальная какая-то цена была написана. Доказали, что машины стоят намного дороже. И всю эту систему запустили. Она запускалась. Сейчас она настолько вот эта ржавчина и коррупция прогнила этими отношениями, что ее запустить невозможно. Садишься, как на старый военный откопал мотоцикл времен войны где-то. Искатели пытаются ее завести. Например, то же самое. По сути. А по форме, конечно, все очень вощенно. По форме должна быть вот есть публикация, есть реакция Генеральной прокуратуры, есть Следственного комитета. Выяснили, подтвердили, посадили. Все. Еще отняли то, что он вывез назад. Вот о коррупции, да? Мы сегодня с утра в рубрике «Чай со слоном» разговаривали с автором материала на портале «Слон.ру», в котором говорится о том, что уровень закрытия или засекречивания информации в государственном бюджете вырос. Теперь раньше было 10% в прошлом году, а сейчас 12% статей госбюджета закрыты. И информацию об этом никак нельзя раскопать. Причем закрыты не только военные статьи, что, в принципе, понятно и очевидно. Ну, а там энергетика, социалка, там много уже, наверное, закрасила. Да, физическая культура, жилищность, дошкольное образование закрыто. Это что, вот тот уровень, это как раз засекреченная коррупция в этом государственном бюджете? Ну, надо понимать, что у нас в бюджете откаты идут от 10% до 60%. Да, официально. Ну, как официально, это статистика, да, которая представляет счетная палата, главная, которая, например, президента. Ну, официально все это знают, и никто с этим не бывает. Значит, с западными компаниями, там, может, от 10 до 20% открытые сделки. А что такое закрытая сделка? Там, может, до 60%, никто не проверит. Да, ну, не все даже аудиторы счетной палаты имеют доступ к изучению такой информации. Поэтому, естественно, чем ты больше закрываешь, тем ты больше получаешь. Процесс распределения сектора коррупционного рынка, связанный с процессом распределения бюджетных средств, это оттенка самых коррупционно емких. Да, вот у нас общий рынок коррупции 300 миллиардов долларов в год. Это то, что у нас воруется разными путями. И на первом месте это фактически распределение бюджета, государственные закупки, да, вот это вся эта история. Распределение природных ресурсов. Вот это вся вот эта система, которая формирует этих олигархов. Вспомните историю 2008 года, кризиса. Количество людей, состояние которых повышает миллиард, во всем мире упало. В России их увеличилось. Почему? Потому что вливания огромные были во время кризиса средств. Эти средства, в том числе, распространены по карману. Ну вот это некий, некий закрытый проект. Ну, к примеру, я вам скажу так, что мы делаем молодежный проект, да, говорим, что направлено на патриотизм, а подключаем к этому проекту формирование идеологии этого проекта какие-то закрытые структуры, засекречиваем этот бюджет, вырабатываем план, в результате мы получаем нагрудные значки, шарфики и митинг какой-нибудь там молодежной группы, там, говорят, мы провели работу, все, мы отчитались. А в свое время, когда мы изучали национальный план борьбы с наркотиками, один из первых национальных планов, там была такая интересная статья, выведение жука, который будет поедать коноплю. У него было выделено порядка 30 миллионов рублей, в тех, кто хоть были большие... Я говорю, вы понимаете, что это воровство. Приходишь, говоришь, где жук, выводится. Потом приходишь, говорит, где жук, вывели. Где он? Живет коноплю. Идите проверяйте. Вот это и есть. Есть статья, которая явно... Или, например, в законопроекте о борьбе с табакой курением сейчас, да? Исследование, проведение исследований в законе написано. То есть это бюджетная статья постоянно. Исследование вредных последствий табакой курения. Но весь мир уже все, все уже знает, все уже нам показывают. Надо еще изучить. Это каждый год, поскольку федеральный закон будет выходить этот день. И каждый год это все набирает обороты. Конечно. Скажите, правильно ли я понимаю, Кирилл, что борьба с коррупцией, о которой сейчас так громогласно, в частности, президент говорит, все это на самом деле блеф? Это не блеф. Вот президент, он занимается противодействием коррупции. Есть два разных понятия. Противодействие коррупции, когда законы выстраиваешь, фокусируешь правовую базу, вводишь понятия, да? Правда, не совсем удачно, но вводишь. А вот борьба с коррупцией борьба с коррупционерами. Вот борьба с коррупционерами, ее практически нет. Ну, ее нет. А что такое борьба с коррупцией, как она была в Италии? Да, объясните нам разницу. Это вид организованной преступности. Вот когда борьба в Италии с мафией была, ну, поскольку ей все общество восстало, да, вот эта история с белыми простынями, кстати, орбуются белые простыни. Так вот, там, на сцене подсудимых, сажалось человек сто. Снимались спортивные залы большие, ставились решетки, сажались все. То есть, как бы вот всю цепочку. И надо же понимать, что у нас коррупция – это часть идеологии. Люди приходят, нельзя президент сказал, коррупция подменяет систему государственного управления. Люди приходят туда, как в бизнес, они платят за должности. Они приходят, не защищают интересы общества, государства. Не дай бог вообще человека, да, кто там человек? Ты кто такой, да? Вот. Объект до давления на зебре называется теперь. Так вот, в настоящий момент люди приходят и зарабатывают. А потом уезжать, уезжать, как Холев, уезжать в испанцию. Ну, значит, вот, либо ты в эту систему входишь. Если ты, да, если тебя морально позвали в ТМН, то ты считаешь, что повезло. Либо ты забиваешь, собственно, государство, и живешь в своем мире. Ну, как большая часть нашей страны. Как в коммуналке, да, как в коммуналке. Просто пользуемся одним санузлом. А все остальное отдельности. Очень печально, к сожалению, все это. Ну, это правда. Да, и просвета не видно. Вот. Несмотря даже на представителей полидборной компании, новые старые обещания. Все. Председатель национального антикоррупционного комитета, друзья, Кирилл Кабанов, хотел еще слово сказать. Ну, вы и так все понимаете, чего уж то.